Каковы ваши любимые места в этой чрезвычайно туристической стране? И я как раз в Венецию заехал в апреле. Чистейшее было. Ну, может, нам повезло. Непротухшее море, весь мусор вынесен волнами, свежий морской воздух. На Большом канале фиюк поутру пить было совсем замечательно. Европа Реджина хороший отель в этом плане. Садитесь спокойно в аппарат, искрится море, круизный корабль уходит и разворачиваясь у колокольни Сан-Марка, ты видишь, что колокольня где-то в районе 8-го, 7-го, 8-го, скажем так, ряда иллюминаторов. Это совершенно потрясающе. А проплывают гигантские американские круизники. Очень забавно. При этом туристов не было. Почему, не знаю, мало было туристов. Венеция была, туристов не было. Погода была замечательная. То есть, все для вас и ваших друзей. И в этом плане, ну, как-то полюбил я этот период. Вопрос на засыпку. А есть вы там в Италии, чего любите, когда бываете? Это называется, ну, как, да, туалет от кутюр. Вот рассказ об Италии от Анны Борисовны Шафран. Чего вы там любите? Раз это одна из двух любимых ваших стран. Ну, без банальностей тут не обойтись. В Италии надо обязательно съесть пиццу правильно приготовленную итальянскую. Хороша там и паста бывает. А местные, кстати, все эти блюда из кабачков с цветами, как они называются? Я не могу запомнить название. Не ем. Как? Не ем. Кабачки с цветами не ем. С цветочками такие, очень вкусные. Ну, понимаю, но не люблю. После того, как я съел в Госдепартаменте Соединенных Штатов фиалку, приняв ее за часть десерта, она оказалась украшением тарелки. И вкусом была, как бумага. Я перестал есть цветы. Ну, правильно, не оставлять за врагу. Ну, голодно было, я рассказывал как-то. А тут фиалка. Я-то решил, дурак, что это, наверное, с марципанами, как-то это за сахар. Итальянцы как раз двое, которые были со мной за столом в делегации Всемирного еврейского конгресса, смотрели совершенно квадратными глазами. Ну, вот это вот, да, дурацкая мода есть цветы, но вот на кактусах красивые цветы. Но, тем не менее, их же никто не предложил. Почему же? Это очень популярное блюдо на Ближнем Востоке, кактусы. Они продаются вместе с другими фруктами. Ел кактусы многократно, да, конечно. Но представьте себе маленький кактус, который у нас компьютерщики ставят, чтобы от радиации помогал. Он часто расцветает удивительными цветами. Вот когда, представьте, берете этот маленький кактус, и так, прям с иголками, не побрив. Ой, какая ужаса. Ну, вообще, по-настоящему, если уж совсем честно, то что в Италии прям для души из поесть и попить? Это когда ты именно в прохладное время года покупаешь свежайшее прошутто в специальной лавке. Вот не в этой упаковке вакуумной, а вот чтобы прям при тебе порезали. И к этому свежайшему прошутто ты покупаешь тоже свежеприготовленные... Кто не знает, прошутто — это ветчина. Оливки, да, такая специально приготовленная. Именно итальянцы её умеют правильно делать. И с бутылочкой омаронная. Вот это, да, это жизнь. Есть ещё такая закуска прошутто и мелоном, прошутто и дыня. Тоже неплохо весьма. Да, ну и, конечно же, как мы без помидора с моцареллой и с базиликом. Как же это блюдо у них называется, подсказывайте, Евгений Янович? Помидоры, да, с моцареллой, с базилика. Не помню, как называется, выбило, но я бурату предпочитаю, честно говоря. Свежеприготовленную, из буйволинового молока, жиденькую обязательно внутри, такой мешочек с жидким сырным наполнением, которое за пределами Италии держится очень мало. Она вообще-то, ну, пару-тройку дней. И поэтому, к сожалению, даже в хороших ресторанах очень часто правильный, ответственный повар, проверив, скажет вам, извините, ребята, но бурату уже я вам не дам. Да, потому что вот, не то качество. Ай, классика, но забыл. Но есть масса разного, есть стейк по-флорентийски с грибами, запеченный в тончайшее тесто, есть котлеты или косталетта по-милански, есть миллион разных вещей, потому что, честно говоря, вот именно, что пиццу и пасту я там не ем. Есть много разного, итальянская кухня в каждом регионе своя и дико обильная, а какие-то типы тех же паст, ну, не знаю, там паста арабьят, ну, она острая, арабская всё-таки, на Сицилии, и это не очень. Пиццу прикольно в забегаловке днём, а вечером в ресторане это же совсем другой вопрос. Дело в том, что у меня на профсоюзной напротив итальянский ресторанчик, и держит его итальянка. И пиццерия там, ну, с теми типами пицц, правильная печка, стоит на 500 градусов, которых я и в Италии не видел. Особенно любимая моя трюфельная пицца, которая... А я не люблю пиццу вот с помидорами, ну, грешен. А вот это редкое с яичечком в центре всяко-разно. 30 секунд, а пауза, и мы не успеем про десерт же главный сказать. Я вспомнила, это редкий фрагула компанна. Такой клубники в сливках я не ела нигде. А я панакотту люблю больше, грешен. Капреза нам подсказали, помидоры с мусореллой, с базиликом. А нам тут написали, что аморально пропагандировать вино, втягивая россиян в алкоголизм. Ну, я что, как человек почти не пьющий, могу сказать? Ежели вылечить от кретинизма, то это почти невозможно. Но, возможно, поможет доктор Мясников. Ежели от глупости и ханжества, то есть умеренной стадии. Но тут надо сходить и, конечно, на исповеди покаяться. Что совершенно точно не имеет смысла ломать о колено культуру потребления и производства, и потребления напитков. У нас был Михаил Сергеевич Горбачев, который так хотел нас всех, всей страной осчастливить. И он нас так вытягивал из алкоголизма всей страной, что вся страна начала пить, а также употреблять наркотики. Лёгкий и тяжёлый. А под конец ещё и союз развалился. Понимаете ли, у нас, у наших соседей по планете американцев, был сухой закон. Они говорят, сухой закон был, да. Бутлигеры процвели, гангстеры вообще первыми наживаются на любых нововведениях моралистов. И, считай, не заметил, чтобы Америка стала меньше пить, скорее, сильно больше. Так что давайте различать неумение употреблять правильно приготовленные, и, что очень важно, натуральные алкогольные напитки хорошего качества. Не надо пить всякую дрянь. И, тем более, не надо ни в коем случае путать производство высококачественного вина и его культуру потребления. Это целый ритуал правильно подобрать вино к соответствующему типу пищи. Правильно его употреблять в соответствующих объёмах. Вот не выжрать с Санцедара бутылку на детской площадочке, кто помнит, была такая краска для волос, которая была алкогольным напитком. Как правило, в годы моей юности у нас мало ли что у нас было. У нас и алжирский портвейн был такого вкуса, как будто его в танкерах для нефти, танки только забыв помыть, перевозили. Я теперь понимаю, что это та самая культура вина со смолой, но на тот период нам это было недоступно. И под полтавскую котлету за 7 копеек очень плохо шло. А когда в Португалии прошла революция, так был португальский портвейн. И вот он шёл очень хорошо. В Сокольниках. В замечательной люле-кебабной около Розарии. Я уж не знаю, есть она там или нет, но Розарий был хорош. И, по-моему, остался. Что касается Италии. Честно говорю, самым любимым для меня блюдом там всё-таки остаются какие-то вещи, не связанные с традиционными пиццами или пастой. Но так получилось, что в другой жизни, в которой есть бизнес, есть у меня итальянские партнёры, естественно, металлурги. Они производят нержавейку, замечательная. Джованни Вендер и его команда. И вот, когда мы к ним приезжаем в служебные командировки, как и все приличные люди, они кормят щедро. А на еде итальянцы помешаны. Я в своё время не случайно перед тем, как поехать в Италию, вот просто уже отдохнуть, взял толстеную книгу Елены Костюкевича «Еда. Итальянское счастье», где все региональные продукты и традиции. И просто проштудировал её. Это особое извращение и издевательство над собой читать про еду. Нет, я прочёл перед поездкой, а потом подарил моим двум друзьям, с которыми мы ездили по этой книжке, чтобы они тоже знали. Она переводится у Умберто Эко. И, надо сказать, говорят, что в её переводах Умберто Эко звучит как-то сильно лучше, чем когда напрямую его читаешь. Бывает такое, переводческая школа в России фантасмагорическая, вот по наследству от Советского Союза, по качеству. И вот я всё это прочёл, всё замечательно. Но в Парме, где... Ну, Парма это что? Это пармезан. Это прошутто де Парма. И это местная ламбруска. Лёгкая красная ламбруска. Приходим в столовую, обеденный перерыв. Сидят рабочие. На каждом столе бутылка ламбруска. Это уже потрясло. Лёгкое вино, шипучее. На крупными кусками свежайший, наломанный такой вот пармезан. Ну, очень свежий. Пармезано-риджано, они очень гордятся, что это вот пармская-пармская. И, конечно, прошутто де Парма. Вот видите, с прошутто вы понимаете же это, да? Я не просто понимаю. Я говорю, что это для работяг еда в столов. Правда, директорат обедает там же. Потому что итальянец полагает, что плохо приготовленное не имеет права на жизнь, и его вообще есть нельзя. Что еда – один из очень немногих радующих тебя кусочков жизни. И что если ты что-то делаешь в этой плане, то это должно быть высочайшего качества. Это вот прям тебя засмеют, затравят, если ты будешь производить какую-нибудь дрянь поточную. Ну, вот как часто делают американцы, и уж тем более, как часто делаем мы. Мы, к сожалению, переняли в Соединенных Штатах культуру кормления населения абсолютной дрянью. И в 90-е годы это абсолютная дрянь с разными отдушками, вкусовыми добавками. То есть там ничего натурального нет, но хорошо, пластмассу ты ешь. Только с запахом и видом еды. Как-то укоренилось очень сильно и в сыроваренной промышленности, и в колбасные изменения ГОСТов. Это просто фантастика, после которой в колбасе пропало мясо, но появилось всё, что угодно. Ну, как есть. На самом деле, самая экзотическая еда, которую пармские друзья нас накормили, были морские гребешки, завернутые в тончайший листочек сала, лярд, и с картофельным гратеном. Место тоже соответствующее, потому что, ну вот, приволохли в какой-то старинный замок, где теперь ресторан на верхушке горы. Очень красиво, безумно красиво. И ты вползаешь на эту довольно крутую гору, где не скажу, а то потом самому не достанется, сами ищите. И вот там украинская официантка, как мы полагали, пошутив, когда мы спросили, минимум, что только на итальянском, на английском-то нет, на русском тем более, а вот это что? Ну, я понимаю, скалопс. А это, говорит, они в сале. И мы решили, что она пошутила. Ну, как может не пошутить с русскоязычной командой украинская официантка? Принесли, правда, в сале. Но в сале не вот таком, как, а в том самом тончайшем из колоннаты, когда заворачивается, оно зреет в ваннах, вытесанных из карарского мрамора, так на минутку. Вот оно с римских времен так готовится, и за эти пару тысяч лет ничего не придумали, чтобы это улучшить. И не надо. Это я к вопросу уже о цифровизации экономики. Если у тебя чего работает, главное его не развалить улучшениями. И в кулинарии, и не в кулинарии. Ужасно полезно. Кстати, про десерты не договорили, и это будет несправедливо, если в разговоре про итальянскую еду не упомянуть джелатто строчателло. То самое сливочное мороженое с шоколадной стружкой. Это очень вкусно. Но панакут все равно хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова